Всем привет! Дядя Юра делится своими мыслями на матч отборочного раунда Лиги Чемпионов между клубами Будеглимт и Клаксвик. Информация будет полезна пользователям, которые привыкли думать своей головой, а не слепо следовать советам других. Посмотрим, как команды провели свои последние сезоны в Еврокубках. Будеглимт начал с квалификации Лиги Чемпионов, где сразу же проиграл Польской Легии и попал в групповой раунд Лиги Европы. Чемпион Норвегии сумел не только пробиться в стадию плей-офф, но и дойти до третьего раунда, где проиграл будущему обладателю титула. В 14 Еврокубковых матчах минувшего сезона Будеглимт выиграл 7 матчей, то есть половину, проиграл 4 игры. 9 из 14 матчей были результативными. У Клаксвика Еврокубковый путь в минувшем сезоне был гораздо скромнее. Уже в первом квалификационном матче Клаксвик не смог пройти рижскую футбольную школу и закончил свои выступления на международной арене. Последние матчи команд. Будеглимт не очень удачно начал новый сезон. В национальном чемпионате команда идет только на пятом месте. Однако последние три своих матча Будеглимт выиграл с сухим счетом. Клаксвик выиграл 9 из последних 10 своих матчей. Интересно, что в этих 10 матчах Клаксвик не пропустил ни одного гола. Прогноз на исход матча. Будеглимт в этом матче идет явным фаворитом. Пожалуй, это самый неровный матч из всех 15, которые будут играться 5 и 6 июля. В норме чемпион Норвегии все вопросы о выходе в следующий раунд должен снимать уже в первом матче. Удивительно сухая победная серия чемпиона Фарерских островов не должна вводить в заблуждение. Будеглимт команда из другой лиги, поэтому здесь должна быть уверенная победа хозяев. Вполне логично взять фуру минус 2 на хозяев, коэффициент 1.40. Победу в два гола Будеглимт должен быть добывать здесь железно. Если не будет никаких неожиданностей, хозяева должны выиграть с разницей больше чем в два мяча. Тотал голов. Вариант счета 3-0 на эту игру можно признать одним из самых вероятных. Возможно, что Клаксвик может и забить. Поэтому вариант тотал больше 2.5 выглядит на этот матч вполне логично. Коэффициент, правда, невысок. 1.36. Обе забьют, да нет. Шансы на то, что гости здесь забьют, невелики. Однако брать нулевой вариант за 1.36 нет большого желания. Поэтому можно рискнуть взять обе забьют, да. Коэффициент очень уж высокий. 2.99 и выглядит несколько завышенным. Подводим итог. Ожидаемый вариант на этот матч, наверное, это тотал больше 2.5, коэффициент 1.36. Оптимальный вариант победа хозяев с фурой минус 2.5, коэффициент 1.78. Ну, а доходный вариант можно предложить обе забьют, да. Коэффициент 2.99, почему бы и нет. На этом все. Дядь Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизм и удачи. Будьте здоровы. Продолжение следует...